Всем салют, друзья! Добро пожаловать на канал Опасная Зона! И в этом видео хочу представить вам прохождение свеженькой приключенческой игры от российских разработчиков, которая называется Проклятый Лес. Ну что, поехали! Новая игра! Продолжение следует... 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 я нашел несколько алтарей. Они выглядели необычно. Похоже, они тут стояли задолго до того, как поселение было основано. Не удивлюсь, если тут их окажется гораздо больше. Я решил зажечь один из них. Это вызвало некие слабые вибрации, будто окружение само отреагировало на это действие. Так странно. Рядом с этим алтарем чувствую себя в полной безопасности. Мне кажется, эти алтари имеют большое значение. Может быть, они как-то связаны с событиями, которые произошли здесь. Нужно разузнать об их происхождении. Это вот это алтарь, что ли? Ну-ка. Ага, это у нас сохранялки. Понятно. Ну, забавно, забавно. Фонаря у меня, к сожалению, нет. Придется лазить в этом тумане. И в потемках. Там вот что-то виднеется. Я думаю, мы туда спустимся, так или иначе. Ну что, пойдем на мостик. Путь пока один вроде. О-о-о. Че-то мне тут не нравится. Господи. Фу, это было стрёмно. Все, обратной дороги нет. К тому алтарю мы уже не попадем. Да, фонарика не хватает, конечно. Так. Ну, дорога ведет туда. Давайте здесь посмотрим. Так. Че за звуки? Ну, что так нагнетает-то атмосферу? Че, вроде никого не видно пока. Я не знаю, есть ли смысл лезть в воду. Че-то мне неохота пока. Давайте по дороге пойдем. Ну, я думаю, в домик-то стоит заглянуть. Там есть кто-нибудь? Нет, похоже, чисто. Это пугало. Надо за ним следить. Звуки пугало. Регина. Регина. Да. Вот. Взлаки. Играя. Допустим. ну вот вариативность выбора присутствует я могу туда пойти могу по дороге пойти видимо в конечном итоге нам нужно обследовать весь этот лес разузнать все его тайны если они вообще тут будут присутствовать тихо 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 не надо мне так пугать морковку взяли ну и зачем нам морковь непонятно ну давайте посмотрим что тут один алтарь из 26 найден морковь лакомство но не для тебя это мы еще посмотрим как мы долго будем блуждать по этому лесу о советские деньги старенькие помню такие довелось расплачиваться ими записка сегодня жители поселения вели себя особенно подозрительно они были молчаливее обычного о чем-то постоянно шептались это меня беспокоит поздно вечером на улице было очень шумно хотел было сходить посмотреть что там происходит но вскоре все утихло я переживаю за сару ее отец слишком суров к ней хоть все и видят в нем лидера я не доверяю ему меня не покидают странное ощущение что кто-то следит за мной когда я повернулся на миг мне показалось что в углу моей комнаты была сара меня тревожит что последнее время здесь происходит много необъяснимых вещей я решил что завтра во всем разберусь мне нужно набраться храбрости и поговорить с отцом сары ну ладно сары какая-то должна появиться но здесь вроде все скримак неожиданно так ну что друзья пойдем туда или все-таки сторону пугало сходим даже прям не знаю может здесь сохранение какое-то где то есть поблизости так здесь дверь закрыта не с ней никак взаимодействовать не получится так это что такое карта вот это интересно я сейчас вот здесь от дома у меня идет развилка ну давайте пойдем вот сюда в сторону пугало она где-то вот здесь по ходу дела и дальше должна быть еще развилка а туда пойдем позже если вы живем я надеюсь это грядки они могилы да вот она развилка туда коленю с красными глазами сюда к зайцу и там еще еще одна развилка должна быть давайте сюда пойдем интересно неужели какие-то монстры сейчас полезут в виде демонических оленей судя по звукам так оно и будет да ну нафиг да вот там что-то красное моргает и вот там тоже тихо 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 за мной явно кто-то следит ну да там олень бегает демонический ох жопа он куда-то вот сюда за бугорок убежал так нам бы сохранится не помешало вот где-то здесь он должен быть судя по всему но нет неужели он сюда ломанулся принципе мы можем приседать я думаю так будет тише наше перемещение так давайте сначала наверно сохранимся потом будем брать записки и продвигаться дальше сохранились отлично ян рассказывал не интересную историю что в нашем лесу есть маленькая пещера где несколько десятков лет назад контрабандисты из города прятали свои деньги потом их поймали обыскав пещеру и забрав все ценное я задавала много вопросов об этом инциденте ведь нашей глуши происходило мало интересного и любая история имела значение хоть это было и глупо но я постоянно думала что там до сих пор может быть что-то ценное что не удалось найти другим мне хотелось отправиться в эту пещеру на поиски клада но я настановил меня сказав что там довольно опасно из-за скользкой земли и провалов я верила я на поэтому так и не решилась на путешествие может быть это было к лучшему ведь если бы я там побывала и ничего не нашла то это место потеряла бы такую ценность моей памяти все-таки в неизведанных местах есть свои красоты но это видимо вот эта пещера но у нас еще есть развилка вот туда я вот думаю если я залезу в пещеру я потом смогу здесь вернуться давайте все таки сначала в другую сторону сходим нам пока неизвестно как игра тут построена может быть она линейная если ты уже куда-то пошел то обратной пути не найдешь так здесь был этот олень чертов или это просто декорация так сказать ну вроде здесь мне здесь не тупик здесь тоже пещера интересно девять и три четверти чему бы это давайте сюда полезем тут еще один алтарь с сохранением ну зашибись давайте сохранимся следующий слот так может быть это какая-то подсказка нули ну ладно попытаемся запомнить да блин очкова-очкова ну все это чучело куда-то свалило ладно погнали к той пещере что там такое так как бы этот камушек не упал мне на голову инциденты здесь такие уже были насколько мы понимаем там что-то лежит походу так ну здесь я вряд ли допрыгну давайте попробуем обойти что ли да падать туда не хотелось бы да блин ну зачем так то я должен был успеть прыгнуть что ли по а ну тут мы были ладно это мы сверху оказались вот он вход в пещеру ну так ну это Нам путь открылся, да? Таким образом. Опа, да, удалось пролезть. Что это? Это ни много ни мало человеческая рука. Нам нужно найти шесть таких фрагментов. Ха-ха, интересно. Ну что, отправляемся обратно. Все-таки здесь можно возвращаться. Не знаю, хорошо это или нет. По-моему, это только затянет всю игру. Немного... Да, господи! То, что тут все бегает-то, что за спортсмен такой? Так, давайте здесь сохранимся. В первый слот. Так, значит, один фрагмент мы с вами взяли. И нашли три алтаря из 26. И морковка у нас есть. Так, ну что, здесь вроде все. Теперь можно возвращаться к той избушке, я думаю. И дальше идти по дороге вперед. Там мы с вами были. Демонический олень куда-то исчез, слава богу. Ага, нет. Не исчез. Слушайте, там что, пещера, что ли? Ну-ка, ну-ка, интересно. Я ее пропустил, когда сюда шел. Ну-ка, ну-ка. Пойдем, мистики немножко хапнем. Угу, олень. Сегодня в лесу я увидал прекрасного оленя. Его рога были настолько огромны, что их можно было легко спутать с ветками деревьев. Крупный, грациозный. Он бы послужил отличным трофеем. Но, к сожалению, на тот момент я не охотился, оставив ружье дома. Но в следующий раз вернусь на это место и найду его. Ну да, вот он, олень. Где-то здесь обитает. Так, мы откуда пришли? Оттуда, по-моему, да? Ну, у меня как бы сейчас нет оружия, это что, походится на оленей. Опять те же значки. Но вот это значок издателя. Так, так. Мы были у этого домика или нет? А-а-а. Ну, похоже, это просто шорткат, да? Да, точно. Это прикольно. Ладно, теперь нам дальше туда. Давайте еще раз взглянем на карту. Сюда мы сходили. А, стоп. Я же еще вот сюда не сходил. Так. Возвращаемся, друзья. Наверняка в каждом из этих мест нас ждет какой-то фрагмент, который... Да ладно. Кто-то метнул сюда топорик. Нужно собрать какие-то фрагменты, видимо, чтобы завершить игру. Может быть, вот эти вот части скелета... Может быть, это скелет той самой Сары, которую принесли тут в жертву. Бог его знает. Бог его знает. Здесь демонический заяц должен обитать. Так. Ну, здесь я, походу, не залезу. Придется обойти. Ну да, это нора демонического зайца. Давайте записку прочитаем. Мой отец не любил, когда я уходила гулять в лес. Он пугал меня тем, что на меня могут напасть волки. Но я понимала, что эти угрозы были придуманы, лишь бы никуда не уходило. Лес олицетворял все красоты природы, о которых читала в книгах. Я заходила каждый раз все дальше, прикасаясь к чудесам, обитающим под этими деревьями. Благоухающие цветы, птицы, поющие свои песни, трусливые белки, ловко прыгающие по деревьям. Насекомые, копошащиеся, то тут, то там. Но одна встреча в лесу мне заполнилась больше всего. В очередной солнечный день мое внимание привлек шум, что-то двигалось среди кустов. Но стоило мне сделать хотя бы шаг, движение тут же останавливалось. Я вспомнил о страшилке отца о волках, но не похоже, что волк мог бы спрятаться в таких маленьких зарослях. Я подошла ближе еще на пару шагов. Резко из листвы выпрыгнул заяц и ринулся в свою нору. Заячье жилище находилось совсем близко к тропинке. Странно, что раньше его не замечало. На следующий день я вернулась к этому месту, но не с пустыми руками. Положив морковку перед норой, я ждала, когда заяц появится. Он мог быть не дома, но я была терпелива. Спустя полчаса мордочка осторожно высунулась из норы. У него была чистая серая шерсть и черное пятнышко вокруг правого глаза. Недоверчиво одним рывком он схватил морковь и утащил в норку. Понятно, зачем нам морковка. Так, ну давайте сначала сюда сходим. Тут сохранение, по ходу дела. Точно, алтарь. Великолепно, мы сохранились. Теперь пошли морковку размещать на положенное ей место. Что-то сейчас, опа, ничего не вылезло. Морковку просто схомячили. Ну и... Ага. Давай, давай, вылезай. Еще одна рука. Зашибись. Два из шести предметов найдено. Ну и там дальше тупик. Ну, отлично. Вот теперь, я думаю, можно возвращаться. Или сохранимся. Давайте на всякий случай сохранимся. Черт его знает, что там дальше. Все, погнали. Так, ну насколько я понимаю, исследованные места у нас отображаются столбиками с какими-то горящими иероглифами. Так, топор на месте. Погреб не открыть. Тут изменилось что-то? Господи, пугало теперь здесь сидит. Вот это странно. С ножом. Нож мне нельзя взять? Ну, вроде больше тут ничего не поменялось. Это прикольно. Ладно, пошли дальше по тропинке. Да, все. Здесь мы все обследовали. Еще одно сохранение. Ну окей. Щедро их тут понаставили. А, вот это место мы, похоже, видели сверху, откуда-то вот оттуда. Когда я была совсем маленькой, один мальчик частенько рассказывал о большой злой рыбе, обитающей в нашем озере. Он рассказывал, как однажды, прогуливаясь около озера, увидел под водой красный огонек. Мальчик хотел было нырнуть в озеро, чтобы посмотреть поближе. Но стоило ему зайти по колено в воду, как огонек зашевелился и с большой скоростью поплыл прямо на него. Он тут же выскочил на сушу, пожалев скорее оказаться дома. По его словам, ему удалось разглядеть преследователя. Это была огромная рыба. Ее тишуя переливалась ярко-красным цветом, а пасть была, как у акулы. Сначала я не поверила ему, но потом он показал мне картинки жутковатого сама, сравнивая его с той рыбой, которую увидел. Узнав, какие чудища могут скрываться под водой, рассказ для меня стал все меньше казаться выдумкой. Даже когда я выросла, несмотря на утверждение отца, что это глупости, все равно казалось, что где-то под водой в этом озере есть пещера. Где живет эта жутковатая рыбина, изредка выплывающая наружу? Я-то так и не купалась в этом озере и не смогла проверить, правда ли это. Рассказ мальчика яркими образами оживал в моей голове, где я была вместо него, и рыбину успевала схватить, утаскивая в темные глубины. Несколько раз мне снились подобные кошмары. Несмотря на это, мне нравилось находиться около этого озера. Оно пугало и одновременно завлекало своей таинственностью. Так, ну походу делал, нам сейчас нырять придется. Давайте посмотрим, что тут в округе. Ну, может мы здесь вынырнем из озера, не знаю. Скорее всего. А тут у нас что? Ага, тут еще один заход в воду. Ну, я думаю, давайте нырнем там, где пришли, с помоста. И погнали. Пока все тихо. Тут нас ждет еще какая-то часть головоломки. Ага, это забедренный сустав мы нашли, а вот и рыбина появилась. Так, ну что, поплывем обратно. Я не думаю, что есть смысл плыть вот туда или туда. Хотя, кто его знает. Давайте пробуем вернуться. Если нас не схомячут сейчас. Ааа, блин, схомячили. Это все? Нет, 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 нет. Выплывай, выплывай. Ой-ой-ой. Ну ладно, выбрались живыми. Да, в какую-то подводную пещеру нас затащили. Ага. Шорткат. Ну, зашибись, ладно. Давайте еще раз сохранимся. Вот эта записка тут была или нет? Что-то я не помню. Иди в дом. Ладно, намек понял. Ну, вот он, я пришел. И что? Что тут поменялось? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что это? Все, капец. Потерял сознание. Возьмите. 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 как я оказался в пещере то я не понял сдается мне что я просто лег спать начал храпеть судя по звукам и оказался в каком-то потустороннем месте да они молятся кому-то или чему-то здесь обрыв мой путь один по ходу дела опять эти знаки непонятные или я должен собрать части тела и провести какой-то ритуал не знаю господи это было неожиданно что за чучело тут обитает как-то здесь высоковато нам сюда так или иначе еще за глючное место такое все двигаться не могу так нам надо бежать черт я замешкался игра у нас сохранилась но там в глубине пещеры когда этот монстр за нами погнался я видел красную точку не может ли это оказаться фрагментом который нам как раз таки нужен ага это мы в районе оленя оказались ну туда обратно бессмысленно идти да так ладно давайте что ли вернемся к дому но тут как-то прыгать не знаю стоит ли высоковато хоть там и вода даже не знаю давайте попробуем вернуться что ли здесь может тут что-то изменилось кто его знает ну да тут мы были явно ладно коллегра нас развернула лицом к дому давайте попробуем сигануть с обрыва что делать то хотя вот этот столбик он должен засветиться мне кажется если бы я нашел часть ладно фиг с ним прыгаем нет прыгать не стоило явно я загнулся значит нам все таки нужно идти сюда здесь падать тоже бессмысленно я думаю может его здесь могу пройти точно 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 ну да тут мы были уже на всякий случай соиванемся ну нет все тупик тут завал зашибись зачем я сюда приперся тогда как не вернуться то обратно к дому туда падать явно не стоит нифига не понимаю как отсюда выбраться то сюда что ли пойти наверх да опа это что-то новенькое это мне подсказывают куда двигаться дальше таким образом видимо до дом остался там мне туда не попасть ну или можно просто спуститься давайте попробуем прыгнуть все таки да выжил отлично где мы оказались но вот столбики не светятся сдается мне что что-то где-то пропустил здесь мы еще не были вроде фонтан мне бы карту взглянуть так типа здесь можно провалиться до это болото да скорее всего как-то здесь совсем стрёмно так лучше как-то по кочкам передвигаться ну что там такое опять похоже на фигуру девушки только темная что она тут делала скреблась по дереву больше тут пока ничего не вижу пикного или мне нужно нырнуть за ней себе ну-ка не очень страшная бабайка я чё вишу на дереве так что мне надо делать чертова пугало она нас преследует кем не переставая так вижу вижу часть которую надо взять вон она погнали за запчастью есть нога нашлась ну по идее нам осталось два предмета найти так записка ну видимо нам сюда и сохранял к здесь я с детства росла в поселении для меня пугало не было чем-то необычным но в тот день все изменилось один из поселенцев старичок со странной кожей проводил много времени в огороде там он не только занимался урожаем но и беседовал с пугалом все делали вид что не замечали этого когда я хотела спросить папу что с ним он злобно посмотрел на меня и больше я не задавала этого вопроса эта странность с пугалом не давала мне покоя через некоторое время решилась и спросила самого старика вы считаете пугало живым спросила я что ты девочка что за глупости пугало лишь оболочка но то что общается со мной через него настоящее оно наблюдает за всеми нами и ждет своего времени скоро она будет достаточно сильным и этого не избежать оно обещало меня пощадить если я сделаю одну вещь для него но пожалуйста никому об этом не говори это будет нашим секретом ответил старик от этого разговора мне стало только более не по себе старик вскоре скончался а пугало сняли но одним вечером когда я смотрела в окно разглядела в темноте знакомый силуэт это было пугало оно стояло недалеко от моего дома будто хотела чтобы я вышла и поговорила с ним утром никакого пугало там уже не было он помогает мне следить за всем мистер соломенная голова хороший друг нужно идти строго по кочкам промажешь и все готовченко ну а тут что опа интересно фонтан господи не надо так шутить а еще один шорткат хорошо спускаемся так ну да там мы были уже на болоте да здесь у нас теперь карта висит так мы здесь ну хорошо допустим карта тоже изменилась я пошел сначала в сторону болота теперь нам в другую сторону сорванемся здесь и теперь вот сюда пойдем нет или сюда я ходил ну да столбики здесь светятся да 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 это болото здесь мы были так и куда нам все таки сюда что ли здорово олень с тобой мы уже разобрались так вот оттуда сверху я пришел здесь нет ничего интересного нет здесь тупик опа новый домик игра сама сохранилась прикольно лидер просил не трогать его сказав что нам не нужно привлекать внимание но от этого парня только проблемы помню тот день когда он приехал то что он часто выезжал в город не нравилось и мне и остальным наша общность не нуждается в таких людях но мы решили дать ему шанс я пригласил его к себе в дом предложив отведать вкусный ужин который приготовила моя жена дабы на встрече с глазу на глаз узнать его получше и понемногу приобщить к нашему стилю жизни но он вежливо отказался тогда я хотел предложить ему вместе поохотиться но он и от этого отказался упоминая случаи своей непростого прошлого мол хочет отныне созидать и не отнимать жизнь меня тошнит от этого парня у него грехи как и у всех нас но он думает что раз решил что сможет ни с того ни с сего стать святым да кто он такой нельзя просто решите стать хорошим парнем оставив все в прошлом двуличный подонок вот кто он еще он лезет дела лидера пытаясь выведать у меня информацию о его семье что за надоедливый тип но ничего может сейчас он неприкасаемый но когда ритуал будет сделан такие как он получат то что заслуживают секта какая то что ли община тут давайте в домик зайдем туда можно дальше пойти так так типа никого да я нашел его я нашел элемент ритуала лидер поблагодарил меня и назначил хранить его он выделил мне домик у реки который куда лучше моего старого жилища грядут перемены я буду одним из вершителей скоро мы смоем грехи с наших земель и поможем людям стать лучше рунный камень какой то ага нечто на чердаке это намек что нам на чердак надо да сходить так задувать лампу мы не будем тут и так стремно опа а вот он рунный камень капец и на чердаке кто-то ходит забавно ну полезли на чердак это было предсказуемо тьма поглощает нас мне надо бежать что ли отсюда да 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 бабайка сюда ломится а как мне выбраться никак все закрыто кругом ах ты собака ключ а ключ от этой двери все иди иди в баню тусуйся там в одиночестве но камень то я свистнул один из пяти хорошо это еще не средина игры друзья судя по тому количеству сохранений и по тому количеству вещей которые я должен найти я был лицемером ну окей и чё ты не пропустишь нас лицемер так куда нам идти то сохранено туда нырнуть что ли проплыть давайте попробуем господи чертово бревно давай давай выплывай фух сохраняемся так но это было всего лишь сохранение надо на ту сторону как то обратно выбираться ну да вот здесь мы еще не были туалет типа сортир даже здесь записка лежит обалдеть господи мать божья за что мне такое все Кондратий я не успел прочитать что там было написано во первых во вторых зачем меня в сортир скинули а жесть какая обалдеть ну давай давай очухивайся отлично космический легион сколько тут макулатуры обалдеть да вот оттуда меня сбросили так о времени как бы я ни старался не могу выбраться из этого места поэтому решил бросить попытки сбежать и стал изучать окружение в поисках разгадки мне удалось выяснить что каким-то образом в этом месте обитает тень произошедших событий на первый взгляд это нельзя заметить но если попытаться обращать на это внимание то можно услышать отголосок прошлого которое все еще живет тут мои подозрения что именно это и мешает мне выбраться отсюда дезориентируя приводя в заблуждение я даже не могу сказать сколько времени прошло в нормальном мире да я не даром использую выражение в нормальном мире окружение будто потихоньку вытягивает из меня жизненную силу либо я найду выход отсюда либо это место в итоге прикончит меня мне нужно сохранять ясность ума только так я смогу выбраться отсюда и обессмертить мое имя сильно сильно как же тут мрачно а ну хоть бы свечку какую бы дали такс где мы с вами вылезли ага ну вот нам вот туда дальше здесь мы зашли в сортир да да в доме были ну окей хорошо нам еще осталось найти череп и ногу от скелета и хреновую тучу этих камней рунных куда идти то туда что ли по реке вперед опять кто-то ныряет тихо 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 я успею просочиться здесь господи ну не прибилы на том спасибо по-моему это не лучшая идея ночью в каком-то непонятном мистическом лесу лазить по ручьям по водоемам чё кто тут а а вот она это стопудово сара а ага туда нас ведут хорошо она как бы и пугает какие-то непонятные действия постоянно совершает то помогает то наоборот а это олень этот опять чертов был о пугало палатки зашибись олень туда ускакал там есть какой-то проход здарова дружище как сосиски прикол в палатках вроде ничего нету так сначала сюда заглянем потом за оленем пойдем угу еще один алтарь ладушки сохранились кое-как поход 21 октября последние месяцы мне приходилось проводить в тесной комнатке вооруженный паяльником я упорно работал над моим радиоприемником мой студенческий проект нужно закончить к апрелю у меня еще много времени в запасе поэтому я решил вместе с друзьями отправиться в путешествие подальше от этой городской суеты нам хотелось выбраться в какое-то необычное место с любопытной историей которое было бы подальше от цивилизации Юра предложил идеальный вариант пора собираться на встречу с природой 25 октября первый день поездки и уже неудача нам не продали горячительное сказав что мы слишком молоды а нет серьезно пришлось накупить лимонада но к счастью Семен взял с собой фляжку и сделал нам лимонад поинтереснее 26 октября мы установили палатки и развели костер хотя перед этим нам пришлось не слабо промочить ноги проходя маленькую речушку в брод после тесной машины было большой радостью разжечь костер и насладиться местными пейзажами это место имеет много жутковатых легенд также тут часто пропадали люди поэтому Николай не упустил возможности вспомнить пионерские времена и рассказать несколько страшных историй о черных черных домиках с черными гробиками то ли его истории так повлияли то ли лимонад но это место кажется мне все больше жутким с каждой минутой надеюсь с нами тут ничего не случится иначе будет обидно если я так и не сдам свою зачетную работу 27 октября Людмила, Рустем и Зинаида перепили лимонада и устроили настоящий дебош бедный странный камень напоминающий алтарь был тут же закидан бутылками а ведь он наверняка заинтересовал бы ребят из археологического факультета местность здесь очень дикая в этом я убедился сам когда чуть не свернул шею споткнувшись об сук эти чертовы деревья они словно ставят под ножки и хихикают над нами также мы обнаружили загадочную лестницу ведущую куда-то вверх к сожалению нам было очень трудно забираться куда-либо учитывая наше состояние но мы обязательно сходим туда в следующий раз 28 октября я надеялся что этот поход поможет мне признаться Людмиле в моих чувствах еще с первого курса в нее влюблен но Рустем полностью овладел ее вниманием ох уж этот Рустем вечно получает всех девушек лучше бы мы не звали его в этот раз увы это было не мне решать будь моя воля вместо него бы поехал второй Юра 29 Георгий собрался побродить по окрестностям но вскоре вернулся заявив что видел нечто страшное со сверкающими глазами Рустем засмеялся над ним говоря что он перепил лимонаду решив использовать эту ситуацию как очередной повод для выпендрежа перед девушкой он заявил что пойдет туда где Георгий увидел это существо и сам во всем разберется девушки отговаривали его но он был настроен решительно и решил дальше изображать героя я не могу поверить во все это все произошло настолько быстро что до сих пор не укладывается в голове Устем вернулся точнее дополз обратно весь в крови бегите это были последние слова которые он сказал перед тем как испустил дух все убежали в рассыпную от нашего палаточного городка но какой в этом смысл до ближайшего города пара десятка километров почему мы бежим и куда самое худшее что я стал от нашей группы и теперь совершенно один в этом лесу я продолжаю писать надежды что если сюда приедет спасательная группа то она найдет эти записки и не бросит поиски нас или наших тел я все еще пытаюсь цепляться с жалкие надежды пережить этот кошмар и зачем мы только собрались ехать в это проклятое место да студентики тут обломались по полной ну ладно лестница наверх говоришь видел я такую лестницу сейчас пойдем туда ты чё сосисками разбрасываешься дружище опа ну 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 давай давай чёрт кто то ходит совсем рядом все я не могу взять ну ладно или это мои шаги чёрт точно это мои шаги были я точно не могу взять оружие точно не могу плохо плохо ну вот она лестница наверх я люблю это этот мой палец он я не могу взять что лензирует вот это вот что я думаю это ты да да ладно я здесь смогу спрятаться от этого камушка все как сда палаточному городку забавно но это тупик сюда можем пойти и туда наверх можем пойти ну давайте здесь зайдем или сначала лучше сюда в лагерь да давайте сначала за его нем ся опять какой-то фонтан записок нету вроде никаких предметов интересных не наблюдается окей а а а а а а а а и и Что-то еще взял. Ну-ка. Кристалл. Из него исходит свет. Теплый на ощупь. Надеюсь, его применение интереснее, нежели вернуть на место. Хорошо. Взять могу только один. Ну, сейчас нам понадобится куда-нибудь его воткнуть. Это тупик. Еще одна нога. Нет, так нам его не дадут взять, да? Давайте вот так сделаем. Точно, точно. Вот нам кристалл и пригодился. Тут какая-то темная магия мешает нам взять ногу. Вот. Теперь мы справились. Остался. Череп только. Ладушки, пойдем сюда. Вот туда же можно спрыгнуть. Или мы так и так куда попадем? Ага, ну точно. Здесь мы внизу ходили. Столбики светятся. Господи, как ему не стремно по таким гнилым доскам ходить над пропастью. Так, а куда мы вышли? Да ладно. Пончики. Или это яблоки? Да, это яблочки. Видимо, не совсем свежие. Забродили слегка. Яблоки отравлены. Зашибись. Так, что дальше? Мы сейчас вырубимся или мне надо идти куда-то в таком состоянии? Где мы еще не были с вами? На! Ведром по башке. Так, ладно, хорошо. Оставим яблоки в покое. Убежать я не успеваю. Ну что, надо какую-то карту найти теперь, что ли? Не буду я брать это ведро. Но его в баню. Так, ну вот она, карта. Так, я здесь. Палаточный лагерь. Домик. Ведро. Это мымра. Куда идти-то теперь? Нифига не понимаю. Сайвайнуться еще раз, что ли? Ну, там мы были везде. Вот я не помню, что-то освещение здесь было оно или нет. Опа, вот тут-то мы и не были с вами. Мне здесь очень одиноко. Периодически сюда приходят игрушки, которые помогают скоротать мне время. Они все столь глупы, жадны и трусливы. Предают своих друзей, обманывают, пытаются найти, чем поживиться. Оттого еще интереснее с ними играть. В конце концов, мои игры ломают их. Но не беда. Всегда появляются новые. Надеюсь, когда-нибудь ко мне придет более живучая игрушка. И тогда начнется настоящее веселье. Так, что у нас написано по поводу мишки в инвентаре? Оп. Исчез. Ладно, бог с ним. ВЫСТРЕЛЫ Исчез. 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 Ладушки. О, здорово, олень! Ну блин! Это был пока самый очковый момент в игре. Такс, где мы очутились с вами? Такс, где мы очутились с вами? Ну, скорее всего мне туда, за ним идти. Здесь-то все, уже тупик. Да, мы перебрались на ту сторону, где был олень. Пошли искать медведя. Так, капканы. А черепушки-то здесь нету? Чисто так, теоретически. Там пугало у костра сидит. Это палаточный лагерь, что ли, где был? Возможно. Медведь куда-то сюда упал. Ну да, естественно. Но все-таки давайте сюда поднимемся. Посмотрим, что тут лежит. И сохранимся. Я спасу ее. В поселении ситуация ухудшается с каждым днем. Я четко решил, что нужно принимать решительные меры. Ради нее, Сары. В ближайшие дни я выкраду ее из поселения, увезу как можно дальше и найду для нее место, где она сможет начать достойную жизнь, а не среди этих чокнутых, в особенности ее деспотичного отца. Да, это звучит безумно, словно я какой-то похититель детей. У меня есть своя жизнь и планы на собственного ребенка с моей любимой. Но как я могу дать жизнь ребенку, помня, что я не смог помочь Саре? Сара всегда олицетворяла для меня надежду и веру. Она помогала мне не развалить свою жизнь. Теперь я буду бороться за ее счастье. Поэтому лишь тогда, когда она будет спасена, смогу продолжить жить для себя и моей семьи. Пора действовать решительно. То есть, скорее всего, он ее выкрал. По крайней мере, пытался это сделать. Еще какой-то домик. Куда медведь-то упал? Почему я его еще не нашел? Такс, ну что, за очередной порцией ужасов идем. Нет, я что, не могу сюда зайти? А что там было написано-то на записке у медведя? Я не успел прочитать. Помоги мне, что ли? Да. Не, ну мне туда не зайти. Эта бабайка похитила моего медведя. Ну да, в этот домик мне никак не попасть. Ну никак, да. Все закрыто. Со всех сторон заколочено. Ладно, пошли дальше. Там пугало. Наш приятель пугало. Сидит. Так, вот только свет не надо. Тушить, пожалуйста. Я тебя видел. В самую задницу лезем. Оп. Шина прокатилась. Ну тут сохранялка. И дальше еще какие-то здания, постройки. Рисунки на камнях. Во время осмотра местности я часто натыкался на странные рисунки. Видимо, они описывают историю некоего ритуала, таинство которого якобы было передано людям некой высшей силой. Благодаря этому они могли получить просвещение и доступ к потаенным знаниям. В ритуале, помимо специальных рунных камней и прочих приготовлений, важнейшую роль играла человеческая жертва. Это было что-то вроде обмена. Жертва должна быть чистой духом. Отдавая ее, люди получали в обмен знания и просветления. Но присутствовал важный фактор. Жертва должна добровольно желать обмена ради других. Было строго запрещено действовать против воли жертвы. Иначе это могло поспособствовать прорыву в наш мир некой сущности, злого духа, презирающего людей и манипулирующего нашими естественными слабостями. Видимо, предупреждение было нарушено. Некоторые детали указывают, что возможен некий обратный ритуал, чтобы изгнать этого злого духа из нашего мира, пока он не окреп. Так, понятно. Видимо, они все-таки Сару принесли в жертву. Либо Сару, либо кого-то из студентов против их воли. И вот эта бабайка вылезла. И гадит тут всем жутко в этом лесу. Неужели там медведь сидит? Так, хорошо. Мы с вами вот здесь находимся. Развилка, капкан, петля и мишка. Сердечки зачеркнутые. Ладно, пойдем в сторону домика сначала. Потом уже дальше. Капканы. Тут надо быть аккуратней. Как бы не вляпаться. Интересно, туда мы можем пойти? Ладно, сначала в дом. Медведь там. Надо его выручать. Надо под ноги смотреть, чтобы капкан не нарваться. Морковку сюда положить надо. У меня нет морковки. Или может нам еще одну дадут в этом прекрасном домике. Да, медведь был там. Уже исчез. Я был бессердечным. Не-не-не, открывать мне как-то не хочется. Спасибо. Опять кролик. Ну, дайте строго-то взять. Господи, что это было? Что за дичь? Последняя охота. Лишь нескончаемая тьма вокруг. Я держу оружие наготове, но не уверен, что это поможет защититься от силы, которую мы пробудили. Тот самый олень изменился. Стал не таким, каким он был при наших прошлых встречах. Некогда величественный, а теперь он напоминал живой труп. Облезшая шкура обнажала голое мясо, злобные, безжизненные глаза. Теперь он олицетворял уже не жизнь, а лишь смерть и тьму, что творится вокруг. Я вижу его из окна. Он наблюдает за мной издалека, как когда-то я наблюдал за ним. Чувствую себя загнанным в угол, как звери, на которых охотился. Но в отличие от животных, я могу сам выбрать, когда мне умереть. Шорох за окном отвлек меня от этих мыслей. Это был не олень. Кто-то другой пытается забраться в дом. Жесть. Да, кто-то пытается, я слышу, как долбится. Но открывать мы пока не будем. Какая стрёмная статуэтка. Охота на волков. Ошибись. Кто там ломится? Никого не вижу. Такс, ну что? Мы всё обошли с вами. Придётся открывать. Да ладно. Ага, и капканы здесь теперь. Так, хорошо, мы взяли статуэтку. Так, кто-то ещё есть в доме явно. Здорово, олень. Красава. Опять кто-то долбится. Ещё один кролик, что ли, пришёл? Да нет, похоже, это уже не кролик. Так, ну я поставил его здесь. А у меня ещё там куча целых мест, куда я могу поместить кролика. Вот туда в котелок. Вот туда. Вот сюда тоже. Так, давайте пробуем открыть ещё раз. Нет? Всё? Странно. Так, кролик у нас переместился на картину. Зашибись. И как мне его оттуда достать теперь? Никак? Господи, боже ты мой. Чёртов олень. Ещё один рунный камень у нас есть теперь. Фух. Так. Ну, сдаётся мне, что нам нужно искать ещё фигурки кроликов. И размещать их сюда. Ещё как минимум три нужно найти. Ну окей, нас выпустили. Пока что отсюда. Можем туда пойти? Можем. Это сортир. Опять. Один, два, три. Сердце перечёркнуто. Боже ты мой. Не, ну нырять туда мне как-то совсем не хочется. Ну что, нам остаётся только туда пойти? Капкан. Я тебя вижу. Опять пугало. Ещё капкан. Ещё один рунный камень. Да блин. Ну шо ж такое-то. Куда мы опять попали? Бабах. Наш друг пугало. Снова с нами. Это прям уже каким-то аутластом попахивает. Так, как нам туда попасть? Там записка лежит. Явно что-то полезное. Медведь. Давайте сплаваем за запиской. И даже сходим. Иллюзия. Статья, часть первая. Всю свою жизнь я умел и мог управлять жизнями других, но никогда не мог справиться со своей. Лишь она чувствовала меня настоящего. Наши отношения были словно вырваны из любовного романа. Она была похожей на меня, сильным человеком, но непонятным. Мы дополняли друг друга, прикрывая слабости нашим союзом. Но чёрт бы побрал мой характер. Как бы я ни сопротивлялся, но моя натура взяла своё. Я начал подчинять её себе. Мне было мало её понимания. Хотел, чтобы она принадлежала мне вся, чтобы её эмоции и мысли были под моим контролем. Мы стали отдаляться, но рождение Сары вновь сблизило нас. Её появление на свет было чудом. Любовь к нашему ребёнку снова скрепила нас. Но, увы, это продолжалось недолго. Моё желание контроля перешло и на дочь. Моя жена была слишком мягка к ней. Наша дочь очень добра, но хрупкая для жёсткого мира, окружающего нас. Я не хотел, чтобы этот мир поглотил её, изменив раз и навсегда, как это произошло со мной. Поэтому я делал всё, чтобы защитить её. Этот выбор и отдалил меня от моей любимой раз и навсегда. Мы стали друг для друга чужими людьми, и я стал пытаться найти родственную душу на стороне. Иди сюда, медведь. Теперь-то мне дадут прочитать, что тут про тебя говорится. Милый Мишка. Опять исчезла. Ладно. Мишка был действительно милый. Сейчас опять кондичь начнётся. Так. Где мы вылезли? Костерок там. Ну-ка, ну-ка, а здесь у нас что? А, ну-ка, 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 ну-ка. А, ну, собственно, здесь мы провалились. Ладно. Идём дальше. может лучше по бревнам пройти так давайте поднимемся а сэйва то тут нету но есть записка иллюзия счастья часть 2 говорят лишь потеряв мы понимаем насколько нам было дорого то что мы имели я познал это на очень горьком опыте когда моя любимая умирала все счастливые воспоминания что мы пережили вместе стали преследовать меня моя любовь к ней воспылала как в первые дни но было поздно последние мгновения жизни чувствовал себя беспомощным слабаком я пытался сохранить свою маску сильного лидера ради моего народа и сары всем видом показывать что крепко стою на ногах но внутри я рыдал мое сердце разрывалось чувствовал себя самым жалким на этой земле когда наши отношения изменились в худшую сторону я пытался найти счастье в другом месте совершенно забыв о моем обещании бороться за наше мне стало очень стыдно и горько за то что не смог себя хоть немного исправить ради любимой что отвернулся от нее и вот она оставила меня и сару после ее утраты лишь ненависть заполнила меня ненависть на этот несовершенный мир это ведь он изменил меня превратив это чудовище именно он отнял у меня самое дорогое но я не дам ему отнять у меня и сару ее я смогу спасти я дал два обещания первое позаботиться о саре не дать этому разлагающемуся миру сломить ее дух второе никогда не сдаваться и не давать никому помыкать мной я готов бросить вызов всему миру я изменю его чего бы это не стоило да дружище похоже у тебя не получилось ничего с твоей затеей ух ты елки такс ну-ка давайте сюда заглянем это либо обратный путь либо тут что-то интересное может быть а о происхождении духа помимо моих исследований ритуала я также пытался раскрыть сущность духа каковы его цели откуда он произошел чем он является увы вместо ответов возникает все больше вопросов если бы я мог узнать о нем больше возможно это дало бы мне подсказку как противостоять ему я смог лишь выявить несколько фактов он презирает людей считая себя выше нас он чувствует наши слабости как мы хрупки как мы можем легко сломиться из-за нашей эмоциональности самые сильные достойные из нас интересуют его больше всего ведь именно эти люди являются символами наших лучших качеств все остальные размышления о духе являются лишь моими теориями подкрепленными сомнительными доводами вероятно дух раньше являлся человеком который сам когда-то был испорчен этим миром превратившись сущность жаждущую мести возможно он был божеством которое люди обманули и заключили в ловушку желая заполучить его могущество не исключено что это наш природный эгоизм и желание властвовать вызывают его столь огромное презрение подобные теории можно составлять сотнями но в чем смысл результат этих размышлений не дал мне преимущество напротив заставил задуматься о смысле моей отчаянной борьбы за жизнь если так посмотреть мне важнее что останется после меня мое наследие нежели жизнь ради этого я буду продолжать бороться так здесь у нас сохранение даже два сохранения или вот это не сохранение да это было не сохранение жесть погнали выше мы долго спускались теперь подъем предстоит опа капканчик так так Субтитры создавал DimaTorzok Нет, друзья, все нормально Это было запланированное падение Где мы оказались? А, да-да-да, вот здесь я упал Продолжаем наше восхождение, обходя капканы Как же ты меня заколебала Бабайка У нас новая глава, новая карта Да, уже к тому домику С кроликами мы не вернемся Это явно И тут у нас развилка Налево, направо Давайте сюда сначала пойдем Неприятно А, черт, капкан Не заметил Так, так, так С капканами надо быть аккуратней Но музыка пропала Обидно Опа Вот так вот мы их обойдем О, пугало сидит Зашибись Туда бы подняться Не помешало, я думаю Все-таки Предлагаю вернуться Сначала там все смотреть Потом уже пойдем дальше Да, если попадаешься в капкан То Загружаешься на последнем Месте сохранения Ладно Учтем Одержимость и успех В первые дни я встречал тела Недавних гостей Но останки долго не задерживаются В этом месте Через некоторое время Они пропадают Возможно, тьма поглощает их Или же темная девочка Забирает какое-то укромное место Но погибнув здесь Словно стираешься С лица этого света Кстати, я узнал Что для обратного ритуала Необходимо собрать Все останки жертвы Их поиск стал чем-то Вроде игры для меня Поначалу мне казалось Что я безумец Ведь собираю Человеческие останки Но теперь, глядя на них В моем мешке Чувствую себя Словно коллекционером Наконец-то Закончившим Свою самую Сокровенную коллекцию Находя останки Я все больше узнавал Об этом месте Они были проводниками По страницам Этой истории Думаю, не случайно Они находились в местах Играющих ту или иную роль В жизни жертвы Также Мне наконец-то Удалось найти Рунный камень Поиск его Был действительно Той еще головной болью Еще выяснил Что огни В алтарях влияют На темную девочку Проведение более агрессивным Но чутье подсказывало мне Что лучше затушить Все алтари Дабы обезопасить себя И чтобы Ничто не мешало Моему плану По созданию Обратного ритуала Последнее время Я изловчился Избегать темной девочки И оставаться незамеченным Это становилось Какой-то игрой Я в ней преуспевал Осталось немного И я остановлю Проклятие этого леса А может быть Даже получу доступ К скровенным знаниям Или силе Которую хранили Здесь люди Древней цивилизации Сама мысль Об этом Возбуждает меня И дает ощущение Неуязвимости Я точно не погибну В этом месте Я стал его частью И приспособился Так Хорошо Неужели нам придется Пройти обратно И затушить все алтари В конечном итоге Не хотелось бы Честно говоря Возвращаться Так Пугало у нас Осталось С той стороны Я вот не знаю В какую Мне идти Лучше Для начала Сюда Или туда Тут тоже Солидная Территория А Медведь На той стороне И мне туда Не попасть Здорово Семейные узы Помню Когда я Повстречал его Он был Волевым И сильным Но в то же время Романтиком Любил подмечать Природную красоту Был начитан И умен Я была влюблена Как маленькая девочка Будто Тот самый образ Идеального мужчины Существует И мне повезло Его повстречать Но после нашей свадьбы То, что казалось Счастливой жизнью Обернулось Кошмаром Он изменился Вел себя Будто я ему принадлежу Пытался все контролировать И починить себе А то, что ему Не удавалось контролировать Приводило его В бешенство Он жил с философией Что его личные правила Самые верные И все должны Следовать им Что самое ужасное Я заметила Как мое свободолюбие Которым я обладала В юности Угасло Что-то удерживало Меня с ним Даже когда ловила себя На мысли Что когда его нет рядом Чувствую себя Намного легче Но вместе с темнотой Приходит и свет И была наша дочь Сара Она замечательный ребенок Я так рада Что даже в такой среде И при строгости Моего мужа Сара все равно Держится сильной И олицетворяет Все хорошее Что есть в людях Она искренно Добра И ее всегда тянет К познаниям мира И творчества Я очень горжусь Нашим ребенком Любовь к Саре Помогла мне не замечать Как мой муж Стал сильнее Меняться в худшую сторону К сожалению Мое здоровье Не позволяет мне Быть с Сарей Так долго Как я хотела бы За время Что мне осталось Я отдам все силы Чтобы помочь Саре Подготовиться к жизни Когда меня не станет Надеюсь Мой муж Сможет о ней позаботиться Ну на ту сторону Мне не попасть Если только Сигануть в озеро Может быть Так и надо сделать И там я С той стороны Как-то смог бы Зайти Не знаю Не знаю Давайте пока Не будем туда прыгать Сходим туда К углу Посмотрим Что там будет Вот Новый мир близок, последние недели были очень напряженными. Мы начали подготовку ко дню, когда все изменится. Работа сильно усложнилась из-за Яна и нескольких других жителей, которые проявили сомнения к нашим планам. Пришлось отправить нескольких людей для слежки за ними, дабы они держались подальше. К сожалению, из-за занятости почти не могу навещать Сару, а мне так хотелось бы проводить с ней больше времени. Понимаю, что причин для грусти нет, ведь Сара никуда не уйдет от меня. Когда ритуал будет завершен, мы будем проводить меньше времени вместе из-за миссии, которая уготована ей, но она будет счастливее. Я исправлю свои ошибки и дам моей дочери выпорхнуть из гнезда. Я не буду больше ее контролировать, а позволю ей быть свободной и улучшить наш мир. Ну, это не может не радовать. Так, что-то мне этот алтарь не нравится. Почему он расколов? Что это было? А, он разваливается. Может быть там рунный камень? Так, и что? Нет, просто что-то горит. Непонятная фиговина. А, и вода отступает. Да-да-да. Ну, видимо, где-то здесь они свои ритуалы проводили. Вода ушла. Так. Но у меня еще нет черепа. И рунные камни я не все нашел. Ну да, это тупик. Полный тупик. Чертовы капканы. Так, ладно, друзья, давайте еще раз сохранимся. Ну что, надо лезть сюда нам. Черепушку-то надо искать где-то. А там на той стороне медведь остался. Что там висит? Ну-ка, 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 ну-ка. Сапог чей-то. Сапог пугала, наверное. Что такое? Опять олень. Ладно, свиванемся здесь. Ух ты, там целое поселение. Но что-то мне сдается, что мы вряд ли туда сможем попасть. Хотя, кто его знает. Опа, еще один домик. Нас любезно приглашают зайти. Ну, давайте. Там-там-там, прикольно. Кто тут балуется с патефоном, а? О, еще один рунный камень. Нам осталось найти последний и найти череп. Что, сюда-то тебе не залезть, чучело? Так, здесь еще комната была. Господи, ничего делать. Фу. Это я зря на дне стебался. И как мне теперь отсюда выбираться? Проваливай-то нафиг. Может, я через шкаф могу выйти? Господи, чучело. Здорово. Все, да? Она свалила. Ой, как тут темно стало. Наступил на грабли. Сашибись. Вот это зачет. Все, все, все. Фу-фу-фу. Свалила. Так, что у нас в этой комнате полезного? Еще бы рунный камень найти сразу бы. Нет, тут пусто. Совсем. Но. Похоже. Даже кочергу не дают взять. Ну ладно. Надо выходить как-то отсюда. Ох, господи. Так. Хорошо. Дом мы обследовали. Получили еще один рунный камень. Так, ну это просто шорткат. Понятно. Там еще наверх дорожка была, насколько я помню. Так. Так, господи. Опять грабли. Черт. Отхватил. А, ну вот так мы к медведю сейчас выйдем, да? Где-то вот там он был, по-моему. Сохраняемся. Все. Туда нам пока не попасть. Там какая-то пещера. А тут был мишка. Но его уже нету. Облом. А, нет здесь. Ну что, сейчас упадем в воду? Не, пока все окей. Так, ладно. Возвращаемся наверх. Может быть, мы сможем обойти и попасть вот туда, в ту пещеру. Давайте еще раз соиванемся. Погнали. Так, где-то здесь грабли лежали. Да, вот они. Вот. Вот этот проход я имел ввиду. Мы сюда еще не ходили. С этим сортиром все нормально. Он никуда не падает. Да, вот видите, камень еще не зажегся. Что такое? Ух ты. Нифига себе. Нам туда надо? Это похоже на могилу. Черт, что это было? Фух. Ну тут нет ничего полезного. Опять это наскальная живопись. Так, развилка. Не вижу тут ничего полезного. Так, ну давайте в пещеру пойдем. Ну что такое? Ладно, нисколько не страшно. Возрождение. Сара напугана. Она не поднимает, что к чему. Но я не виню ее. Она всегда была наивным ребенком. К счастью для нее, я всегда знал, что нужно делать. Благодаря мне, после постройки железной дороги, мы остались в этом месте. И найдя эти старые раскопки, я слышал голос, который ввел меня и помогал мне в принятии решений. С помощью голоса я смог узнать о ритуале, который спасет этот мир. Моя дочь Сара станет нашим маяком надежды. После ее перерождения, именно она и ее чистота смогут переписать этот мир и справить все ошибки, которые тянули его в бездну. Я пророк, а Сара наша надежда. Совсем скоро результат моего труда взрастет. И плод наших общих усилий улучшит весь мир. Ну, неужели они ее все-таки принесли в жертву-то? Ладно, я думаю, в конце нам все станет понятно. Вот этот черный дух, это все-таки ее дух или нет? Так, понятно. Путь у нас один. Нет, лучше я по мосткам обойду это дело. Ну его нафиг. Кто еще? Пронесло каким-то чудом. Там что-то красненькое. Возможно, там череп лежит. Сейвимся. И нужно нам как-то туда попасть. Так, тут тупик, замок. Возможно, нам придется сюда бежать. Ну да, естественно, это чучело тут даже полезло, куда и нам надо. Какая-то непонятная штука там лежит. А, это типа прикол, да? Ты думал, чувак, здесь тебе камень будет? Афиг тебе, да? Вот засранцы. Ладно. Ну, она мне даст пройти или нет? Ха-ха-ха, прикольно. Ну что, схватит сейчас из-за угла или нет? Нет, тут вешалку поставили. Нормально, атмосферненько так. Давайте-ка сореванемся. Чтоб туда за дом не ходить больше. Если нас сейчас схомячат в этом славном домике. Так, ну что, надо куда-то проваливаться, да? Я так понимаю. Нет. Ключ. Опа. Не дает, сволочь. А, вот здесь проход открылся, да? Но придется падать. Ключик она у нас забрала. Это, видимо, ключ от ворот от тех. Живучая игрушка. Я пытаюсь предупредить его. Но он не слушает меня. Даже не пытается услышать. Самоуверенность затуманила его разум. Он, сам того не ведая, действует по плану того, кто в тени. Если ничего не предприму, то ситуация будет необратимой. Но у меня недостаточно сил. Я не могу справиться с этим сама. Эта игрушка мне уже осточертела. Его эго и излишняя самоуверенность действуют подобно скрипу стекла. Кукловод не дает мне сломать эту игрушку. У него на нее особые планы. Эта игрушка считает, что справится и станет особенной. И в тот же момент сама бодро шагает на виселицу, не представляя, какая судьба ее поджидает. Скорее всего, кукловоду даже придется отпустить меня, когда игрушка впишет себя в уготовленную для нее роль. Хоть я и хотела бы отдохнуть, но увидеть его муки мне хочется сильнее. Я не дам кукловоду доиграть затеянную им игру. Он отнял у меня слишком многое. Он думает, что подчинил меня, как папочка. Но мой гнев, на который он рассчитывает по иронии, позволяет мне вырваться из его оков. Пора и мне отнять в кукловода кое-что. Придется сделать это тем методом, на который у моей лучшей стороны не хватает духу. Интересно, чья это записка была? Там кто-то шарится сверху. Да все, мы тут ничего не найдем в этом доме, кроме записки. Ага. Что это? Как ты меня достала, мать, а? Так, ну что, бежать предстоит. Так. Так, мы взяли еще какой-то предмет, пока непонятный. Но это был не череп и не камень, к сожалению. Так, ну-ка, ну-ка. Рунический камень, элемент ритуала. Все, это был все-таки камень, пять из пяти. Нам осталось только череп найти теперь. Класс. Так, что это значит? Ну, зачеркнуты все мордочки, кроме одной. То есть, это что ли все места, где я был? Одно осталось, последнее. Интересно. Ну, наверное, туда нет смысла возвращаться. Назад-то. Или посмотрим. Ну, да, тут нет ничего. Ничего себе здесь кровище. Это моя? Моего героя кровь, что ли? Так, ну, эта бабайка у нас увела ключ. Ну, зато мы получили рунный камень. Так, как нам теперь выбраться-то отсюда? Ну, что там, пугало сидит? Это было необычное движение. Есть. Нашел ключ от ворот. Великолепно. Ладно, дружбан, придется мне тебя оставить. Давайте сохранимся, и потом пойдем открывать ворота. Спаситель, часть первая. Я проснулся от душераздирающих криков. Кромешная тьма вокруг. Животный вой. Все поселение было поглощено в этот вальс безумия. Я все еще сплю. Сара, ее нужно найти как можно скорее. Надеюсь, что этот ужас еще не добрался до нее. Во время поиска Сары я наткнулся на ребенка. Ему было от сил лет 10. Я прежде не помнил, чтобы в поселении был кто-то моложе Сары. Этот ребенок казался нереальным. Точно так же, как сумасшествие, творящееся вокруг. Я не мог бросить его одного. Мальчик был напуган и беспомощный. Говорил, что жил с матерью, которая была похищена неким темным существом. Он называл это существо духом леса. На мой вопрос, жив ли отец, посмотрел на меня непонимающим взглядом. Как бы я ни хотел найти Сару, я не мог оставить ребенка одного. Поэтому решил сначала вывести его из этого проклятого места, а затем вернуться за Сарой. Пока мы шли, я звал ее, надеясь встретить по пути, но мальчик умолял не делать этого. Дух леса нас найдет. Не кричите, повторял он. Когда у него началась истерика, мне пришлось перестать. Кто этот дух леса? Похоже, бедный мальчик астраха нафантазировал себе не вещь то. В любом случае, необходимо поторопиться. Ну, я думаю, нам торопиться не обязательно, чтобы не нарваться тут на грабли или на капканы какие-нибудь. Так. Ну, тут пусто. Ох, не нравится мне этот мосток. Ну, беги, 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 беги. КОНЕЦ 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 Ух ты. Ну, вот последняя, не зачеркнутая еще, рожица. Все, да? Больше тут ничего не взять. Скорее всего, этот дух просто меня куда-то ведет, чтобы я что-то сделал. КОНЕЦ 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 да вот в этом моменте фпс сильно просел аж до 35 большая локация сложная так куда нам идти-то вниз надо спускаться нам осталось только череп найти могу взять давайте здесь и вонемся ну на ту сторону а как раз вот здесь мы провалились все ясно да немножко подтормаживает игра на табличке ничего не карты и записки там пугало и туда дорога есть дальше ну давайте сначала а ей там кто-то рычит недобро ну че сейчас медведь какой-нибудь вылезет лежит загорает а еще этот теплый кристалл один мы заполучили с вами ну вероятно он нам понадобится чтобы череп взять ну хоть капканы все закрыты это радует стоп ловушка сработавшая я здесь был что ли уже так упадешь с обрыва но посмотреть-то интересно все равно так игра сохранилась ну наверное мы сейчас ухнемся куда-нибудь вниз потом загрузимся с этого же места а а а а а а а а а так зачем мы сюда лезли плюшевая надежда я помню тот день когда мама вручила его мне этот плюшевый медведь сразу же стал моей самой любимой игрушкой он почти всегда был рядом со мной когда мама не стала эта игрушка обрела для меня иной смысл с ней я всегда помнила как мама заботилась любила меня эта игрушка стала моим вечным напоминанием о ней после того как отец начал сильно изменяться медвежонок был моим утешением и лучиком надежды но незадолго до дня моего восемнадцатилетия медвежонок исчез я не понимаю как это произошло я всегда бережно относилась к нему и держала его при себе отец даже не захотел слушать мои просьбы о помощи в поисках он был занят куда более важными проблемами такое ощущение будто кто-то забрал медвежонка у меня и специально не дает мне его найти я потеряла не просто игрушку с ней потеряла те теплые чувства что она отражала переданные мне от мамы я еще надеюсь найти ее но чем больше проходит дней тем более мне кажется что это уже маловероятно так же как это что когда-нибудь все будет как было раньше что тут у нас еще один непонятный камень как отсюда быстрее спуститься то но явно не так с этой стороны тоже нет прохода ладно а-а-а-а глубокая опа неже дочек а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-л а-а-а-а-а-а Отстань, чучело Так, где мы оказались? Ну, наверх больше нет смысла подниматься, я думаю Можно немножко ускориться Так, теперь нам нужно на ту сторону С обрыва мы все-таки пока не упали Черт, и туда можно Вперед можно, куда идти, непонятно Там алтарь Для сохранения О кристалле На этих землях находятся минералы необычной породы Они имеют причудливую кристаллическую структуру и обладают сильным свечением Обнаружив их впервые, я думал только о том, сколько смог бы заработать на них Иронично, что теперь в этих кристаллах мое спасение Темнота в этом месте губительна Побывав секунды в кромешной тьме, слышатся голоса Мерещатся глаза, ехидные улыбки Чувствуешь, как безумие поглощает тебя А реальность ускользает Будто вода через решето Я лишь на секунду оказался в кромешной тьме Почувствовал все это на своем опыте В тот момент тьма внезапно обступила меня Вспомнив просвечение кристаллов Я судорожно нащупал в сумке один из них Но его яркости было недостаточно Надежда улетучивалась с каждой секундой Было ощущение, будто петля медленно сжимает вокруг моей шеи Я наткнулся на ветку, которая торчала из земли Споткнувшись об нее И тут тусклый свет кристалла помог мне увидеть Что это была не ветка, а некий скипетр или факел Увидев в нем выемку, идеально подходящую для кристалла Я машинально поместил его туда Он стал гореть очень ярко И тьма тут же раступилась К сожалению, кристаллический факел так и не удалось вытащить из земли А сам кристалл уже не вынимался Я использовал это место как безопасную зону Позже нашлись еще несколько подобных островов кристаллических факелов Которые также были прочно врыты в землю Создавая впечатление, будто их что-то держит снизу Я буду находиться ближе к ним Это единственный способ не подпускать тьму к себе У меня сейчас два кристалла, насколько я понимаю Хотя нет, вроде я два поднимал Тут один Так, хорошо Куда мы тут еще можем сходить? Ну, не застревай Можно пойти вперед Обойти вокруг все это дело Можно вот сюда пойти Здесь мы еще вроде не были Блин, господи Не заметил я ловушку Так Попробуем еще раз И вот туда надо бы подняться, мне кажется, как-то Мы обойдем эту ловушечку Ну ее нафиг Так Что-то все это действие затянулось как-то Слишком сильно Пора бы уже отыскать Черепушку Такое впечатление, что я здесь был Еще один кристалл И как его взять? Вот так Ах ты Черт, он упал на пляж Придется сюда возвращаться Секреты Я не хочу иметь секреты Может быть, делясь секретами с близкими Мы скрепляем дружбу Но некоторые секреты могут рождать подозрения И разрушать доверие У моего отца много секретов Однажды, когда гуляла по поселению Я заметил одного мальчика лет 12 Он смотрел на меня через окно Он был очень грустен Я, улыбаясь, помахала ему рукой в надежде приободрить Но он лишь отошел от окна, скрывшись за шторами Что-то меня заинтересовало в этом мальчике Он был моложе, но его взгляд выглядел взрослым Я стала чаще гулять неподалеку от этого дома, надеясь застать его Узнав об этом, мой отец разозлился и запретил мне подходить к тому дому Но его запрет лишь усилил мое любопытство Я тайком стала следить за этим домом Однажды, мой отец вошел в него По лицу он был очень недоволен Пробыл в этом доме недолго Его провожала прежде незнакомая мне женщина Кто этот ребенок? Как мой отец связан с этой женщиной? Секреты вокруг моего отца постоянно увеличиваются Очевидные ответы сами приходили мне в голову Но я старалась игнорировать их С другой стороны, они бы объяснили, почему моя мама стала чаще грустить Ясно, братишка у нее был, видимо Такс, ну что, друзья, нам придется вернуться на пляж за кристаллом Как-то так А если вы помните, там кто-то рычал на пляже Главное в яму не свалиться Ага, и она туда ломанулась Ну ладушки Тут я подумал, что-то нас слишком легко с этого пляжа отпустили Первый раз Угало исчезло куда-то Ну-ка, иди к папочке Ну-ка, иди к папочке Ну вот, мне кажется, у нас теперь должно быть три кристалла. Он почему-то в инвентаре показывается как один, но на самом деле я их взял три. Так, вот туда мне хочется попасть как-то наверх. Сюда мы с вами сходили. Так, давайте еще раз соиванемся на всякий случай. Да, полезем наверх. Еще один кристалл. Ну, наверное, вот в том домике все закончится, все это действие. Опа. Прикольно. Сейчас она вылезет из ящика и схомячит меня. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Крайне неожиданно. Хе-хе-хе. Ладно, бог с ним. Вот этого поворота я что-то совсем не понял. Какаху на блюдце. Так. Это какая-то задница, да, явно. Давайте тут посмотрим. Там что-то есть. Строения какие-то. Там лагерь еще один. Медведь с ежиком. Но никаких записок не вижу. Ничего нету. Да, кто-то сидел тут и Сэм глушил. Наслаждаясь великолепными видами природы. Зачем они создали эту локацию, непонятно. Что я тут должен был увидеть? Ничего нету. Туда мы как-то можем попасть? Ну, да, здесь пусто. Непонятное место. Окей. Остается лезть только в эту тьму. Ну, поехали. Что это было? Ловушка, наверное, какая-то. Или нет? Это тьма отталкивает меня. Так. А, господи. Все, я понял. Что я торможу-то? Ну, что-то тут слишком много кристаллов-то надо. У меня столько нету. Или все-таки есть? Да, есть. У меня и было четыре кристалла как раз. Ну, конечно, можно туда спрыгнуть. Может, так и следует сделать, не знаю. А, не, можно обойти вот здесь. Я был слабым. última степень. Остаточуя мной. Ну, что-то уже ничего особо. Ну, это осталось. Да. Спасибо. Ну, это очень хорошая тяга. Ну, это стоит cheesecake. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Это было не сохранение Кто ж тут такой костер-то палит? КОНЕЦ Шляпа мужская Бутылки с самогоном Сандали тут свои оставил Может быть это тот дом, о котором Сара писала Где была еще одна женщина И мальчик Сейчас мы это выясним Я думаю, конец уже не за горами Как тут ФС падает У костра Зверски Одержимость и провал Я почти закончил обратный ритуал Но что-то тут не то Я где-то ошибся Чувствую, как моя воля слабеет Будто меня водят по заранее написанному сценарию Все то чувство превосходства и радость за мою смекалку Словно были даны мне Дабы сохранять мой разум в иллюзии полного контроля над своей судьбой Все идет слишком легко Это какая-то дешевая постановка Но пути назад уже нет Пора закончить начатое И надеяться на лучший исход Темная девочка пришла за мной Еще бы, жалкие минуты И я бы закончил ритуал Теперь я понимаю Она могла убить меня в любой момент Но по каким-то причинам Игралась со мной Я не был хитрее ее Все эти шансы были мне лишь вручены Может для каких-то целей Может шутки ради Но теперь спасения нет Я не хочу бесследно исчезнуть, как тела Моя жизнь не может иметь столь ничтожный смысл Я... я не могу признать это Как бы ни старался заглушить эту мысль Но она ярко проигрывалась в моей голове снова и снова Моя роль быть лишь очередной жертвой этого места Печалька Моя жизнь не может иметь столь ничтожный смысл Моя жизнь не может иметь столь ничтожный смысл Я был тщеславным Так, что здесь замок Ну да, пока закрыто Давайте еще раз Навестим нашего друга пугала У него кто-то серп лоткнул Здесь пусто Не свалиться бы тут Ну вот не стремно им было Пользоваться таким санузлом Ну что, друзья Видимо, это конец Нам нужно отправляться В домик Так, а с этой стороны Ничего не найдем Ну-ка, ну-ка Интересно Не, здесь тоже пусто Фу, ну погнали Да, девочка Явно здесь Это что такое? Нога Походу чья-то Опять деньги Советские Лежат Дедушка Ленин Че ж все это Так жутко фризит-то Рука Там кто-то прошел По коридору Хоть бы скалку взять Но нет же Не дадут Опа Да, она играет с нами Явно Еще одна часть Какой-то куклы Что ли Ух ты Солидно Солидно Это тело Игрушки Есть Вот и голова Все Инокио мы собрали Теперь осталось Попытаться Привести ритуал Так, и что? Ага Что изменилось Ага Проход открылся И ключик Класс Сколько тут камней Надо было Притащить Все сюда Так, ну ключ Наверное От этой двери Последнего места Где мы еще не были Так Это к чему Сейчас было А, ну да Это у нас так Дверь открылась Понятно Опять она Палит нас А вот и череп Все Мы собрали Все части Необходимые нам Для ритуала Давайте записку посмотрим Последние минуты Отец сегодня Приготовил Мои любимые Блинчики Он редко готовил После маминой смерти Но сегодня Он хотел сделать Для меня Не особый день Он был очень добр Задавал много вопросов Внимательно слушал Обнимая меня И повторяя Как я важна ему И как я смогу Изменить этот мир В какой-то момент Мне показалось Что я увидела его слезу А ведь он всегда Сдерживал свои эмоции Лучше чем Кто-либо из тех Кого я знаю Мне это напомнило Времена Которые я совсем Позабыла Я тогда была Еще совсем маленькой Когда наша семья Была счастлива И жизнь Поселение Было очень светлой Это был один Из лучших дней В моей жизни Но я понимала Возможно Это мой последний ужин Сначала я прислушивалась К каждому разговору И по обрывкам фраз Лишь догадывалась Но сейчас понимаю К чему все идет Но не вижу смысла бежать И не буду молить Или плакать Потому что знаю Светлый день Как этот Не повторится Я не хочу умирать В этом мире Остается слишком много Незавершенных дел И многое я еще Не успела увидеть Узнать Но и сил бороться У меня нет Я не могу просто сбежать Ведь жители Которые просто подчиняются Воле отца Стали моей семьей Я не хочу бросать их Но и слушать меня Они не желают Надеюсь Что хотя бы в последний момент Они поймут Что делают что-то неправильное И успеют одуматься Поймут Что задуманное Недопустимо Лишь на это чудо Мне остается надеяться Если же все сложится В худшую сторону Надеюсь Ян сможет Простить моего отца И жителей И вернется К своей любимой В родной город Где ему будет лучше А пока Веря в лучшее Как учила меня мама Я буду наслаждаться Этим днем И проведенным Временем С отцом Падение Что я натворил Тот голос Которому я доверился Он лишь манипулировал мной Извратив мои мечты И надежды И надежды Использовав это В свою пользу Через боль и мучения Сары Я освободил Нечто мерзкое Оно через Сару Проливает кровь И высвобождает Свой гнев Который был скоплен Столетиями заключения Он раскрыл мне Все свои карты Чтобы насмехаться Надо мной Он забрал у меня Все Мою дочь Мои мечты И теперь хочет Забрать Весь этот мир Его заключили Добрые Бескорыстные люди Пожертвовал Собственной жизнью А мой эгоизм И навязанное желание Переродить этот мир Высвободили его Я натворил За свою жизнь Слишком много ошибок Мне их уже не исправить Единственное Что я теперь могу Это избавить мир От одного паразита Субтитры создавал DimaTorzok Соломенный папочка Папочка обещал Мне подарить Светлую жизнь Я и вправду Переродилась И стала свободнее Как он и обещал Хотела найти его И отплатить тем же Но к сожалению Он уже ушел туда Откуда не возвращается Увидев его Отдыхавшим На том дереве Мне стало одиноко Но затем В мое окошко Заглянул Мой новый друг Соломенная голова Он смог Заменить мне По пулю Надо было так весело Мы часто вместе Играли И переживали Воспоминания Старой жизни Соломенной головой И лесными зверятами Я не так одиноко Да и новые игрушки Сами приходят Ко мне в руки Хотя Иногда Соломенная голова Раздражает меня Своей мучеливостью И глупостью В такие времена Я даю ему Повисеть И отдохнуть Ведь Всем Как и моему папочке Нужно иногда Отдыхать Мистер Соломенная голова Не грусти Нас ждет Еще много веселья Признаться я думал В том доме Все закончится Но не тут то было Видимо нам предстоит Найти место ритуала Может быть там где-то Все кости мы собрали С вами Погода испортилась Ну да Луч света В царстве тьмы Гибель Яна Решила меня надежды Я нашла его Умирающего Я слышала Как его сердцебиение Замедляется Кукловод Хотел убить его Сильнее любого другого Ведь Ян помешал Его планам Я снова не позволила Ему это сделать Но к сожалению Не могла больше Ничем помочь После гибели Яна Лишь ненависть Бурлила во мне Ведь все это Из-за тех Алшных людишек Что позволило Кукловоду Окрепнуть Хотя я уже И не видела Смысла сопротивляться Кроме мести Со всеми игрушками Приходящими сюда Было весело играться Но они быстро Надоедали Но новая игрушка Она не такая В ней что-то особенное Из-за чего Я чувствую себя Странно Этот человек Его сердце чистое А намерения добры Он напомнил мне Яна Будто Ян Переродился в нем Он помог мне Снова увидеть Луч света И придал сил бороться Мне удалось Кое-что выведать Кукловода Я должна помочь ему Возможно Он тот самый человек Который сможет Наконец-то Окончить Этот кошмар Ну это видимо О нас речь идет Ну ладно Что затягивать Сохраняемся И погнали Да вот Грудная клетка Тут уже имеется Рунные камни Расставляем Комменты Комменты Слых Продолжение следует... 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 Продолжение следует...